Каждый год я, Киит Валентайн, подвожу итоги, вспоминая лучшее из того, что я посмотрела, поиграла и почитала в прошлом году. Обычно я делала это в текстовом формате в своем блоге, но в прошлом году меня спросили, а почему я не снимаю про это видео. И я подумала, а почему бы и нет? Более, что и блог я давно забросила. Поэтому всем привет и добро пожаловать в мои персональные итоги года. И начну я с игры года. И не буду долго тянуть время и держать интригу и сразу скажу, что это третий ведьма. Но больно он хорош. В первую очередь меня подкупили разнообразные квесты с неожиданными развязками. Но потом уже персонажи, особенно женских, конечно. Невероятно сложно было сделать выбор между Трисой и Йеннипер. И я дала себе слово, что если буду проходить игру во второй раз, обязательно выберу другую девушку. Ибо все получилось очень обидно, а исправить уже ничего нельзя. Все эти моральные дилеммы преследовали меня ведьмаке постоянно. И это очень круто, потому что все эти выборы действительно имели значение. В отличие от другой игры, которая тоже мне очень прикинулась в этом году. Это Life is Strange. Прекрасная история, наполненная кучей культурных отсылок, которые я просто обожаю. Я получала настоящее удовольствие, играя в нее. Но все испортил финальный эпизод. Не буду спойлерить тем, кто еще не прошел игру, но все, к чему в итоге мы пришли, меня сильно разочаровало. Да, об этом есть своя прелесть, концепция, но лично я ждала более проработанного финала и объяснение многих вещей. Тем не менее, даже несмотря на пятый эпизод, Life is Strange очень хороша. Но настоящим разочарованием года для меня стал пластилиновый квест Армикром. Вот уж где не получилось, так не получилось. И с Неверхуд он даже рядом не стоял. Говоря о хороших квестах, в начале года я прошла Grim Fandango Remastered. Идеальная смесь юмора, загадок и интересного повествования. Самое главное, это все же юмор. Именно из-за него мне полюбилась с детства эта игра. А сейчас, в более сознательном возрасте, я смогла оценить все ее остроты по заслугам. В начале года эпизодами промелькнул второй Resident Revelations. Я его прошла, но без удовольствия. И очень жду, когда в январе 2016-го можно будет наконец-то поиграть в Remastered Resident Evil Zero. Вот где возрадуется моя соскучившаяся по классике душа. Но что-то я заговорилась об играх, и давайте перейдем на другие категории. И это будут сериалы. Я не часто смотрю сериалы, и в прошлом году я продолжила смотреть Теорию Большого Взрыва, Gravity Falls и Удивительный Миргапа. Очень рекомендую этот мультсериал, и если вы его не видели, то обязательно посмотрите, он просто замечательный. Посмотрела Фарго, который показался уж слишком мрачным и жутким, поэтому за второй сезон я даже браться не стала. Ну и лучший сериал года, поверьте меня, определенно Джессика Джонс. Хотя бы из-за харизматичного главного злодея и шикарной героини. Я очень люблю таких решительных девушек, как Джессика, особенно если они обладают суперспособностями. И если у сериала будет продолжение, на что я очень надеюсь, то я обязательно буду его смотреть. Из фильмов в этом году я отмечу Бёрдмана, Марсианина, Новые Звездные Войны, Безумного Макса, Человека-Муракья и Вторых Мстителей. Они стоят уж, если не вкода на них кино, то хотя бы потом просмотра «Дома с пиццей». А на что стоило идти в этом году в кино, как по мне, так это на «Агенты Анкл», «Головоломку» и «Кингсман». Первые зацепили меня своей шпионской стилистикой 60-х. Во время просмотра мне постоянно новых на ум приходило. «Ксаровская головоломка» – невероятно добрый и трогательный мультфильм. И, что надо заметить, не детский, в отличие от недавнего хорошего динозавра, который своей простотой меня просто разочаровал. Ну и «Кингсман» – вишенка на этом коктейле, чего стоит хотя бы только сцена в церкви. После просмотра фильма я даже купила комикс, на основе которого он был снят. Тут есть кое-какие различия, но в целом он мне уже не так сильно понравился, как фильм. Может быть, потому что у него была странная рисовка, а может быть, потому что в динамике фильма все воспринималось иначе. Но, тем не менее, так мы незаметно подобрались в другой категории – книги года. За год из литературы художественной я прочитала детектив «Зов кукушки» Роберта Гелгрейта, который является никем иным, как Джоан Роулинг, автором Гарри Поттера. И слог, которым написана эта книга, ну вообще ни капли не похож на тот слог, который был в романах о мальчике-волшебнике. И если «Зов кукушки» я прочитала чуть ли не с удовольствием, то вторую книгу, которая называется «Шелкопряд», я так и не смогла дочитать из-за смачно описанной расчлененки. Честно говоря, от автора Гарри Поттера я таких натуралистических подробностей вообще не ожидала, и поэтому забросила книгу. Хотя обычно я такого себе не позволяю, стараюсь дочитывать книги. Здесь у меня даже есть закладка, на которой я однажды темным вечером, вернее ночью, остановилась в свое прочтение и подумала, да ну нафиг, мне такие подробности не нужны. А потом пытал долго. Избавьте меня от подробностей! Это не для моих нервов. Кроме того, я прочитала, вернее, перечитала «Последнее желание» Сапковского. Я уже читала рассказы о «Ведьмаке» в институте, но это было уже давно, и я, как в улице, уже ничего не помню. Поэтому они стали для меня в этом году настоящим открытием, и очень органично спелись с игрой. И да, я назову «Последнее желание» лучшей книгой уходящего года. И получается, круг замкнулся, я начала «Ведьмаком» и заканчиваю «Ведьмаком», что весьма символично, как мне кажется. Теперь мне остается только поздравить вас с наступающим 2016 годом и пожелать играть только в хорошие игры, смотреть только хорошие фильмы и сериалы и читать только интересные книги, ну и поменьше разочарований в жизни. Спасибо, что все это время оставались на моем канале. Вас уже больше 6000, это не может не радовать, потому что в прошлом году подписчиков было в два раза меньше. Прогресс! В общем, еще раз с Новым годом! С вами была Кейт Валентайн. Пока!